Другая категория, я думаю, в качестве пробуждающего звонка в нашей профессии, в которой мы нуждаемся, так это то, как мы презентуем нашу бизнес-возможность. Я был в этом. Когда вы разговариваете с потенциальными клиентами, они не совсем уверены, и тут вы начинаете добавлять некоторые вещи, вы начинаете говорить, «Эй, не переживай по этому поводу, это просто, это просто. Просто заходи, компания позаботится обо всем этом, тут есть вся поддержка, это просто. Тут каждый добивается успеха. Будьте осторожны с такими высказами, потому что вот в чем правда. Если вы собираетесь стать предпринимателем, неужели существует такая вещь, как простой путь для предпринимателя? Я не думаю, что он есть. Теперь, безусловно, тут есть преимущества. Я верю, что сетевой маркетинг – это лучший путь. Если у вас есть предпринимательские кости в вашем теле, то сетевый маркетинг – это лучший путь, нежели чем другие пути для предпринимателя, которые вы можете принять. Тут больше поддержки, нежели чем начать свой бизнес практически в любой другой форме. Но, конечно, это непросто. Это сложно, это непросто. Многие люди решают уйти после начала. Угадайте, почему? Они не готовы погрузиться в работу. Вы знаете, почему в сетевом маркетинге такой большой процент от всего людей, которые сначала присоединились, а потом решают не продолжать? Потому что им сказали, что это проще просто. Им сказали, что вам вряд ли придется работать вообще. Им говорили, что вам не нужно вообще ничего продавать, продукт продает сам себя. Им все это говорили, они зашли, и тут вдруг они поняли, «О, Боже, я должен продавать?» «О, Боже, это сложно! Это работа! Я тут строю реальный бизнес!» Это не то, на что я подписывался. Тот, кто меня подписал, говорил, что это будет проще простого. И когда это не проще простого, когда возникают сложности, они принимают решение уйти. Послушайте, да, это непросто. Но это стоит того. Не все будут успешными. Большинство людей и так не имеют успеха в чем-либо. Большинство людей, которые начинают карьеру в колледже, не получают ученой степени. Большинство людей, которые получают лицензию по продаже недвижимости, не продают дом. Более 90% людей в США, кто получил эту лицензию, никогда не продали ни единого дома. Большинство людей не заканчивает то, что начали. И это правда. Почему тут все должно быть по-другому? Большинство компаний, которые начинают традиционный бизнес, не добиваются успеха даже через 5 лет. Большинство. Так почему в сетевом маркетинге должно быть по-другому? Показатели успеха такие, какие они есть. Вот в чем правда. В сетевом маркетинге большинство людей решают, «О боже, это реальная работа, я не хочу этим заниматься». Цена входа настолько мала, что они могут решить пойти другим путем. Некоторые люди решают заняться просто для того, чтобы пользоваться продуктом, и все на этом. Они не формируют никакого дохода. Некоторые занимаются, имея пару клиентов и зарабатывают какие-то доллары. Возможно, они покрывают стоимость продуктов, которые они используют для себя. Огромное количество людей зарабатывают немного денег, 2, 3, 4, 5 сотен долларов в месяц. Некоторые, кто решает по-настоящему тяжело работать, делают гораздо больше. И совсем немногие, кто реально погружается и делает экстраординарную работу, прилагают невероятные усилия, желая посмотреть страху в глаза необычным способом, формируют огромный доход и становятся финансово свободными. Но это не каждый. И это справедливо во всех сферах жизни. То же самое и тут. Так что, когда вы говорите кому-либо, тут нет продаж, это неправда. Тут есть продажи, вы собираетесь продавать идеи, продукты, услуги. Вы будете воодушевлять людей действовать по-другому. Вот что такое продажи. И в этом нет ничего плохого. Когда вы говорите им, что каждый успешен, это неправда. Это тяжелая работа, но это стоит того. Теперь некоторые скажут, «Эй, все, что нужно сделать, так это подключиться в сетевой маркетинг, тяжело поработать несколько лет, и ты сможешь стать финансово свободным вместо того, чтобы работать 40 лет». Послушайте, я не знаю ни одного, и я в этой профессии уже более 28 лет. Я не знаю никого, кто занимался бы этим несколько лет и потом отправился на пляж, потягивая пиноколаду до сих пор. Я не знаю ни одного предпринимателя, который бы сделал это в сетевом маркетинге или за его пределами. Если ты предприниматель, то ты предприниматель. Ты растешь и строишь что-то постоянно, даже если это от двух до пяти лет. Вы можете построить фундамент, вы можете построить основу для долгосрочной карьеры, но вам все равно нужно поддерживать ее, работать, быть вовлеченным в этот процесс, становиться лучше и расти. Я думаю, что сетевой маркетинг говорит, что твои следующие 40 лет могут быть лучше, качество вашей жизни может быть лучше, чем 40-летняя карьера для некоторых людей. 40-летняя карьера, когда вы делаете то, что вам не нравится. Таким образом, все это приводит к одной фразе, которая все время приходит в голову. И вот она. Сетевой маркетинг – это непросто, но это лучше. Не каждый будет успешен в сетевом маркетинге. Но если вы решите, что хотите что-то сделать со своей жизнью, он даст вам возможности без ограничений. Сетевой маркетинг требует продаж. Но и любая значительная позиция в бизнесе требует продаж. Продажи заставляют этот мир крутиться. Поэтому, если вы неверно презентуете продукты или бизнес-возможность, то я думаю, что ваше будущее ограничено, потому что у людей всегда будет момент ожидания, который не может быть удовлетворен, и они постоянно будут разочарованы в вас. Если вы сформируете следующую форму ожидания, послушай, это сложно, но это стоит того, наши продукты весьма полезны, но это не волшебное лекарство, тогда люди будут больше уважать вас. Если вернуться на 30 лет назад, франчайзинг было грязным словцом. И знаете, почему это так было? Потому что это не было урегулировано. Людям говорили, давай, присоединяйся к моей франшизе, и все, что тебе нужно сделать, так это вложить деньги, и мы отправим неограниченное количество клиентов, так что тебе никогда не придется беспокоиться о клиентах. Мы позаботимся об этом, и ты станешь финансово свободным. И люди присоединялись, они не получали клиентов, они не становились финансово свободными. Ты подписываешь с нами франшизу, мы предоставляем всю систему, и тебе не о чем переживать, это просто. Тут каждый успешен. Тебе не нужно продавать. Они рассказывают это людям, которые присоединяются к франшизе. И потом это ожидание не удовлетворяется, и всем плохо от подобного опыта. Так вот, что произошло. Модель франшизы отлично работает, просто ожидания были несозвучны. Что произошло, когда пришли профессионалы? Если ты сегодня хочешь присоединиться к франшизе, ты должен подписать стопку бумаг вот такой толщины, где на каждой странице говорится, «Я понимаю, что я могу потерять свои вложения. Я понимаю, что это риск. Я понимаю, что я могу потерять больше, чем мои вложения. Я понимаю, что это мой бизнес. Мне будет предоставлена поддержка, но мне не гарантирован никакой успех. Я согласен, я понимаю. Я согласен, я понимаю». И затем вы выписываете чек на 100, 200, 300, 500 тысяч долларов, чтобы начать свой бизнес. Я не говорю, что сетевой маркетинг должен доходить до управления ожиданиями толщиной в полтора сантиметра. Но я думаю, нам нужно приблизиться к этому, учитывая сегодняшнюю ситуацию со всеми нашими волшебными бобами, мгновенным успехом, и ты можешь стать миллионером за ночь. Каждый выигрывает. Продукт продает сам себя. Это просто. Тут нет продаж. Дай нам несколько лет, и тебе не придется снова работать. Весь этот нонсенс. Как вы думаете, что больше имеет доверие на рынке? Это непросто. Это испытание. Это сложно. Но для правильного человека это стоит того. Или «Это легко. Это просто. Это волшебные бобы. Мы все лечим. Мы предоставляем мгновенный успех любому». Где больше доверия? Это непросто. Это испытание. Но это стоит того. Окей? Если вы готовы тянуться, если вы готовы расти, то сетевой маркетинг может создать будущее для вас. Но если вы не измените культуру в своей группе, если вы не измените культуру в своей компании, если сама профессия не изменит подобную культуру и станет более серьезной касательно того, как мы себя презентуем, потому что, угадайте, у нас есть лучший путь. Мы просто упаковываем его как любители. У нас есть лучший путь. Правды достаточно. Мое сообщение преисполнено любви, потому что я занимался этим долгое время, и я тоже виноват во всех этих вещах. Путешествуя по миру, я просто рассказываю вам, как это выглядит сегодня. Мы на 2% от переломного момента. Но переломный момент наступает. Когда мы отнесемся к продуктам и услугам с уважением и ответственностью, когда мы отнесемся к тому, как мы презентуем бизнес-возможность с уважением и ответственностью. Это звонок для пробуждения в сетевом маркетинге. Я надеюсь, что вы готовы услышать его.